Весенняя призывная кампания 2020 года в Свердловской области стартовала в самых непростых условиях режима самоизоляции, отметил глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов. Напомним, областной сборный пункт расположен на территории Артемовского района. По словам руководителя муниципалитета, с 20 мая уже началась отправка новобранцев на воинскую службу. На сегодняшний день на сборный пункт Егоршина прибыло 103 призывника. В настоящее время 74 призывника отправлены в составе пяти команд. По плану за весенний призыв, 50 новобранцев от Артемовского городского округа должны будут пополнить ряды вооруженных сил страны. На сегодня призвано 4 жителя Артемовского городского округа, один из которых отправлен в войска. Кроме того, Андрей Самочернов поспешил успокоить родных и близких призывников, которым сейчас из-за режима самоизоляции не предоставляется возможным проводить призывника до ворот сборного пункта. Была хорошая традиция проводить именно до ворот сборного пункта, провожать своих детей в армию. Сейчас, согласно вот этих ограничений, вот этого делать нельзя. Но я думаю, родителям все равно беспокоиться не надо, потому что соблюдаются все меры и ваши дети находятся под особым контролем. По словам военного комиссара Свердловской области генерал-майора Игоря Лямина, одной из особенностей нынешнего призыва стало онлайн-оповещение достигших призывного возраста молодых людей на военную службу. Мы дистанционно оповещаем молодых ребят, те, которые подходят под призыв, которых мы вызываем на призывные комиссии, по телефону или в резюме онлайн. Мы вызываем тех, которые наступило 18-27 лет, школьников на призывную комиссию, согласно решению министра обороны Российской Федерации, мы не приглашаем. Мы даем право закончить школу, поступить в учебное заведение, а там уже будет приниматься дальнейшее решение по ним в осенний призыв. Из-за ситуации с COVID-19 областной сборный пункт был переведён на усиленный противоэпидемиологический режим. Перед прибытием призывников на территорию Артёмовского городского округа была проведена санитарная обработка всех объектов и помещений сборного пункта, контрольно-пропускного пункта казарм, кабинетов медицинского и профессионально-психологического обследования. Два раза в день территория областного сборного пункта обслуживается спецраствором подразделения РКБ защиты. Все кабинеты врачей и там, где находятся люди, оборудованы лампами бактерицидными, которые включаются с определённой периодичностью. Стоит отметить, в этом году медицинская комиссия для призывников на сборном пункте начинается с забора крови на коронавирус. Молодые ребята проходят на тестирование. Тестирование, она берётся кровь из вены, через, ну это бытовое такое, через, выделяется плазма через циркуляр и, соответственно, берётся тест на коронавирус, и он может также показать антитиланы. После этого, если положительный, то есть отрицательный идёт медицинская комиссия таким же планом, если положительный, то мы его отправляем, соответственно, в медицинское учреждение. Для предотвращения заноса и распространения инфекции каждый прибывший призывник непосредственно на сборном пункте проходит экспресс-тестирование на COVID-19. Для этого на КПП оборудовано отдельное помещение для проведения лабораторных исследований и регистрации их результатов. Время проведения теста – 15 минут. Лишь после отрицательного результата теста молодой человек направляется на медосмотр и профессионально-психологический отбор. После отбора призывники направляются к месту службы. До аэропорта или вокзала новобранцы доставляются транспортом, прошедшим специальную химобработку. В пути каждому выдаются защитные медицинские маски. Из расчёта 8 штук на одного человека в сутки. Антисептические гели и бактерицидные салфетки. Уже в воинских частях для всех новобранцев будет предусмотрен обязательный двухнедельный карантин. Всего в ходе весеннего призыва 2020 года на военную службу будет призвано около 4 тысяч свердловчан.